Всем привет! Вы на YouTube канале Аксель Франк. Жизнь в Австрии Сегодня немножко про экономику и про недвижимость Дело в том, что в тяжелые кризисные времена, в нестабильные времена, недвижимость всегда растет в цене Потому что является такой гаванью, куда можно припарковать свои деньги И переждать вот эти самые тяжелые времена Потому что других надежных таких гаваней, их нет Вот видите, евро сейчас падает, на рынке ценных бумаг творится Не понять, что золото дешевеет Что же происходит с недвижимостью в Австрии? Ну вот смотрите, во-первых идет рост и рост цены Вот если даже брать 2021 год, то за 2021 год был рост цены на 12,9% И вот что интересно, это выше, чем средний рост по Евросоюзу По Евросоюзу было 9,2% Значит, в чем причина? Дело в том, что в Австрии покупают не только сами австрийцы То есть не только жители Австрии вкладывают свои деньги Австрия также популярное место, где покупают недвижимость иностранцы Это и Вена, где покупают в том числе люди с востока С просторов СНГ Китайцы, богатые жители азиатских стран И европейцы вкладывают в недвижимость в Вене Плюс в Австрии есть курорты популярные Это и горнолыжные курорты, это и карантийские курорты на озерах Это всякие приятные места Куда тоже везут свои деньги иностранцы И вкладывают в покупку домов, шале, апартаментов Что приводит, соответственно, к дополнительному росту цен Значит, что у нас творится в Вене? В Вене самый минимум уже 5000 евро за квадратный метр То есть это вот в таких не очень благоприятных районах Где большой процент населения составляют мигранты из восточных стран Вот там уровень цен такой от 5000 евро за квадратный метр Если же ты перебираешься ближе к центру, то там 10 и выше 1000 евро за квадратный метр При этом интересно, я уже раньше в одном из своих обзоров, в прошлых Говорил, что дороже квартиры, которые больше Понимаете? Вообще-то обычно наоборот То есть наибольшую цену квадратного метра Отмечают у небольших апартаментов Ну, двухкомнатных Вот считается, что двухкомнатные самые дорогие в расчете на квадратный метр А уже большие апартаменты, они как бы подешевле Ну, потому что двухкомнатные их там сдавать, их там жить Ну, как бы считается, что это такой выгодный, оптимальный вариант Но это не работает, когда речь идет о дорогих местах То есть вот даже если брать вот эти 5000 евро квадратный метр И двухкомнатных, 60 квадратов Это 300 тысяч евро А если же брать центральные районы, да, вот где цена, ну, грубо, в среднем 10 тысяч евро за квадратный метр То небольшая квартира, там 50-60 квадратов, это уже более полумиллиона Соответственно, люди, у которых есть свободные полмиллиона, да, или больше Они покупают что-то, ну, им двухкомнатное, однокомнатное, а же не особенно нужна То есть жить в центре Вены, ну, если ты можешь себе позволить Если ты можешь себе позволить вот такую инвестицию Ну, то есть это очень богатые люди, которые вкладывают, ищут для себя что-то более комфортное То есть по минимуму трехкомнатное, чаще там 4-5 комнатное И площадь свыше 100 квадратных метров И, соответственно, на такие большие апартаменты, на такие большие квартиры Спрос выше, соответственно, выше цена Ну, то есть вот это некоторый, ну, такой парадокс Вот, ну, это особенность именно первых линий курортов Европейских столиц популярных Ну, вот там, там так, немножко странно Вот если посмотреть по Вене, по районам Вот мы видим районы и, так сказать, разбивка по ценам Ну, вот смотрите Действительно, там средняя цена от 5 и выше по каким-то окраинным районам Центр, внутренний город, там 17 тысяч средняя цена А вот на большие, смотрите, обратите внимание Большие квартиры в центре, это 23 тысячи за квадратный метр Вот, то есть первые, ну, если брать там первые С первого по девятый районы Чем дальше от центра, тем больше будет номер Вот с первого по девятый районы Вены Вот, ну, там цены 10 тысяч евро за квадратный метр в среднем Ну, я могу сказать, что Кстати, обратите внимание, вот седьмой район, да Если больше 130 метров, то там у нас 10 тысяч за квадрат А при площади 50 квадратных метров и меньше, там 7 тысяч Ну, вот то же самое То есть чем больше квартира, тем дороже цена квадратного метра Ну, вот смотрите, сейчас в седьмом районе 10 тысяч с лишним, да Вот большая квартира Мы покупали в свое время, цена была 3 тысячи Ну, вот инвестиция в центр города Вены В центр европейской столицы Там, ну, вот считайте, 10 лет прошло, 11 лет Сколько? 300 процентов, 400 процентов почти Ну, примерно такой рост И вот, что же происходит сейчас Сейчас рынок затормозился То есть, сейчас возникла некоторая проблема с кредитованием То есть, банки стали менее охотно давать кредиты на покупку недвижимости Соответственно, происходит сейчас Ну, те, кто, брав кредиты, так сказать, вкладывался, рассчитывая Таким образом, как-то заработать Ну, сберечь деньги, заработать Вот, их сейчас стало меньше За счет того, что банки стали более такую сдержанную политику вести И рынок в Австрии переходит Вот, встает вот Такое интересное состояние Он замирает То есть, цены в Вене, они никогда не падают Вот сколько я наблюдаю Я конкретно тут 11 лет наблюдаю Какой там кризис бы ни был Что бы там ни происходило Цены никогда не падают То есть, цены или растут, или замирают Вот сейчас такое впечатление, что Ну, уровень цен подходит к некоторому замиранию К некоторому плато Ну, посмотрим, конечно Хотя, вот сейчас движение кто-то, и россияне продают Сейчас вот те, кто из России были, покупал Они стараются продать У них свои проблемы с поддержанием всего этого Потому что владение квартирой в Вене Это очень дешевое удовольствие Вот мы платим за нашу квартиру Ну, в среднем у нас получается 700 евро Мы платим в месяц А при том, что мы там, ну, реально не живем То есть, если бы мы там жили У нас отопление было полноценно Вот все вот эти дела Ну, это было бы хорошо за тысячу в месяц Так, 700 То есть, это требует денег Поддержка То есть, это не так просто И если сейчас у тебя проблемы с визами Проблемы с переводом финансов Ну, и так далее, и так далее Вот, с которыми сейчас столкнулись россияне Естественно, у них возникает проблема И с владением своей недвижимостью В европейской столице Ну, продают С другой стороны, большой наплыв покупателей Которые стараются, так сказать, вложить деньги Как-то их вот Потому что есть понимание у многих Что, как минимум, ты не потеряешь То есть, цены не падают Посмотрим, что будет Что происходит в Каринтии у нас У нас то же самое Сейчас У нас был период очень большого роста Вот особенно после пандемии Вот этот небольшой промежуток Вот вторая половина 2021 года И начала 2022 года Цены выросли просто фантастически Вот То есть, я когда-то делал обзор Примерно год назад Или больше года По участкам Которые были в доступе Которые можно было купить Тут на озере Сейчас это все продано И уровень цен еще выше, чем был тогда Хотя тогда он был уже очень высокий То есть, сейчас уровень цен Здесь на озере Составляет Ну, как примерно Примерно Три тысячи евро за квадратный метр То есть Вот так примерно Это если вот С выходом на озеро С выходом к озеру С выходом к озеру Если там вторая, третья линия Ну, недавно была сделка Участок, который когда-то Продавался Ну, был куплен за Дешевле, чем за 100 Ну, где-то цена была около 60 евро за квадратный метр А сейчас продан 250 Евро за квадратный метр Ну, то есть Вот Тоже очень сильно выросли цены И тоже все замерло Сейчас все остановилось Дело в том, что Я вот смотрю по соседям Те, кто Никогда не зимовал Сейчас машин полно И Народ готовит Кто-то меняет котел Кто-то делает какие-то там По утеплению работы Кто-то окна меняется То есть Те, кто Рассматривали свои дома Здесь, как дачи А это было У нас вообще улица дачная Когда-то, как дачный поселок Делалось И если вот Прошлой зимой Еще Зимовало Постоянно Здесь На нашей улице Было 4 дома Обитаемых То есть Круглый год Живут В этом году Этой зимой Ну, будет Минимум 10 Может быть Больше То есть Народ Массово Собирается Зимовать Здесь Ну Соображений Несколько У некоторых Совсем Уж Такие Общие Что Здесь Будет Спокойнее В случае Ядерной Войны Как бы Вне Большого Города Но Это Совсем Есть Чисто Практического Свойства Здесь Дешевле Гораздо Будет Перезимовать С Автономным Отоплением С местным Ну То есть На Время Вот Это Беспокойное Время Лучше Быть Где-то На Земле Где-то В сельской Местности Где Ты Можешь В общем-то Как-то Автономно Прожить И Где Ты Чувствуешь Себя В Большей Безопасности Ну Это Часто Подсознательно Но Тем не Менее Это Факт То есть Я Хожу Обычно К Концу Сентября Уже Все Поразъехали С дачники Особенно Вот В этом Году Погода После 20 Сентября Погода Откровенно Не очень Хороший Чем-то Там Занимался Ну Все Все Летние Занятия Уже Прошли Тем Не Менее Я Смотрю Народ Во Всю Обитает Все Машины На месте Никто Не уезжает Я Разговаривал С несколькими Да Собираются Зимовать А кто-то Собирается Вот У меня Мужик Дедушка Знакомый Вот Из Фор Арльберга Он Такой Очень Богатый Человек Он Говорит Я Что мы Приедем Но Мы Все Подготовим Чтобы Если Что Встретить Вовсе Оружие То есть Приехать И Чтобы Мы Включили Отопление Все Прогрелось Все Было Нормально Ну Как-то Таким Образом Что Могу Сказать Австрийская Недвижимость Это Хорошая Гавань Где Можно Припарковать Деньги Это Очень Непросто Но Если Вы Гражданин Евросоюза Это В принципе Возможно А вот Если Вы Не Гражданин Евросоюза Ну Это Будет Достаточно Трудно То есть На Это Надо Будет Получать Разрешение То есть Вы Столкнетесь С целым Рядом Проблем И Надо Понимать Что Это Дорого То Что Имеет Такую Стабильную Цену И тенденцию К росту Всегда Оно Стоит Здесь В Австрии Довольно Дорого То Это Такое Для миллионеров У кого Миллион Не один На этом Все Желаю Вам Хорошо Провести Зиму Не мерзнуть И Пока Пока